24 января отмечается День Федосия, Федосий-Веснянник. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают преподобных Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского. В народе же сегодня отмечают праздник Федосий-Веснянник, получивший такое название потому, что в этот день обычно пробивалось первое весеннее солнышко. Несмотря на то, что зима с морозами уже надоела, с сегодняшнему потеплению крестьяне сильно не радовались. Оттепель, по приметам, могла стать причиной затяжной неустойчивой погоды. Издавна считалось, что лучшая погода в этот праздник – это зимняя и снежная, как раз такая обещала людям славное лето. В Федосеев праздник люди обычно старались из дома не выходить, так как день этот считался нехорошим. Если выйти на улицу, можно подцепить лихорадку и заболеть. Но действуют сегодня и другие приметы. Так, приметы на 24 января говорят, что сегодня нельзя поворачиваться к солнцу спиной, тогда у тебя счастья не будет в жизни, а несчастья привалит очень много. Также сегодня запрещено выносить мусор и вообще избавляться от чего-либо. Всё это к большой неудаче. И деньги в долг давать не стоит, а то отдашь другому человеку всё своё благополучие. А ещё приметы на 24 января говорят, что сегодня категорически нельзя есть свежий хлеб. Чёрствый можно, а свежий нужно отложить до следующего дня, чтобы беда не приключилась. Но есть в этот празднике хорошая примета. Если услышишь, как птица стучится в твоё окно, то это к большому счастью и удаче, к богатой и успешной жизни. Хотя год на год не приходился, бывало, что 24 января ударяли такие сильные стужи, что крестьяне начинали волноваться за свои яровые. А потому, чтобы погода была ровной, на Феодосия было принято встречать особенным образом солнце. Вышивальщицы заранее на белых полотенцах изображали красными нитками солнце, а женщины, которые были самые искусные в работе с тестом, выпекали большой круглый каравай. Его клали на вышитое полотенце и несли на пригорок. Люди верили, что солнце возрадуется такому приему и подарит хорошую погоду. После каравай съедали всем селом, а полотенце забирали для того, чтобы утирать заболевшего человека. Ведь, согласно поверью, оно обладало чудодейственной силой исцелять даже тяжелобольных людей. Народе считалось, что во время святок во дворы и дома заходит нечисть, чтобы попраздновать и пошалить. А после этого ее нужно было обязательно выгнать, чтобы не вредило. Поэтому 24 января, в день Феодосия, выметали не только пол, но и все углы, потолок и окна. Прогнанные темные силы не знали, куда деться, поэтому начинали призывать морозы, которые ничего, кроме болезней, не приносили. Так на людей нападала трясовица. Это дух в виде злобной женщины в черном платье, которая ломала кости и суставы, лихорадила. Игнали ее благовониями или дымом из топки овина, а также ходили париться в баню. Женщины же читали о злобной лихорадке в бане разные заговоры, проводили ритуалы и обряды. Например, проводили такой ритуал от лихорадки. Чтобы лихорадка ни на кого не напала, самая старшая женщина шла в баню и читала над дубовым веником такие слова. «Дуб, ты крепок, так пусть и дух наш будет силен». «Ты трясовицу потруси и в тело не пусти, выбей из нее все силы, чтобы к нам не приходила. Аминь». Этим веником потом начинали париться, при этом читая «Отче наш». Немногие знают, что 24 января, в день Феодосия, нельзя делать работу, связанную с режущими и колющими предметами. По народной примете, так можно солнце обидеть, и оно перестанет дарить теплу, необходимое для созревания посевов. Кстати, по этой же причине 24 января запрещается резать пироги с зеленью – основное блюдо Федосиева дня. Их каждый член семейства должен ломать руками и съедать по кусочку, так, чтобы ни одна крошка не упала на землю. Нельзя в день Феодосии оставаться грязным, иначе лихорадка трясовица придет и длительную болезнь принесет. Чтобы этого не произошло, нужно попариться в баньке, испугав нечисть сильным запахом, например, добавив в воду несколько капель ароматического масла. Не рекомендуется 24 января спорить. Святой Феодосий может серьезно наказать, лишив спокойствия в доме, на работе или спутать мысли в голове. Поэтому в этот день нужно держать свои эмоции под контролем. Не советуют приметы в этот день переезжать или переходить на другую работу. Если же этот запрет нарушить, на новом месте не приживешься, и скоро снова вынужден будешь поменять место жительства или работу. Не стоит 24 января фотографироваться. В Феодосии фотографии воспринимают как самолюбование и тщеславие, которые являются грехом. Человек, нарушивший этот запрет, может навлечь на себя беды и печали. Возбраняется Федосии в день хвастаться. У хвастуну на языке болячка вскочит, которая не очень скоро пройдет. Запрещается 24 января подстригать ногти и обрезать волосы. Приметы говорят, что вместе с ногтями и волосами защиту с себя можно состричь, что чревато с глазами и порчами. Нельзя на Федосии отдавать в долг. Потом три месяца в нищете и долгах проведешь. Не рекомендуется в этот день поднимать упавший с головы гребень и снова его надевать. После этого будут головные боли мучить. Лучше его спрятать до следующего дня, а завтра прочитать над ним молитву «Отче наш». Нельзя в этот праздник детей выпускать на улицу в пальто или куртке. Могут заболеть. Наши предки 24 января детвору закутывали в шубу или звериную шкуру, которые отгоняли от малышей свирепствующих сегодня лихорадок. Запрещено 24 января впускать в дом чужую кошку. Она за собой смерть принесет. Нельзя на Федосии начинать свежий хлеб. Кто ослушается данного запрета, тот будет обманут. Нельзя 24 января поворачиваться к солнцу спиной, показывать на него пальцем или же плевать. Если затуманило 24 января в день Феодосия и залило прорубь водой, по примете ожидается большой весенний разлив рек. Подморозит, если мало облаков на небе. Народе считалось, что кто 24 января ногти или волосы подстрижет, тот, согласно примете, беду к себе привлечет. Деньги в этот день не одалживают, так как долг только через год вернут. По примете, человек может рано ослепнуть, если 24 января ему в глаз соринка попадет. Народе считалось, что рожденные в этот день обладают очень сложным характером. Они часто кричат и возмущаются. В этот день считают заговор от бессонницы и для хорошего сна. Если вас мучает бессонница, сегодня от нее как раз можно избавиться. Когда ляжете спать и потушите свет, прочитайте такие слова заговора. Засыпаю, на Бога уповаю, верю в Тебя и надеюсь на Твою помощь. Ангелов призываю охранять мой сон, разгонять духоту, дарить сновидения. Ночь будет спокойная, а сон мой крепким. Аминь. Сегодня особое внимание обращают на погоду. Именно по ней предсказывают, какой будет весна и урожай. Считается, что ранние оттепели на Федосеи в день – это плохо. Конечно, холода к этому времени всем людям уже надоели. Но если сегодня будет тепло и все растает, то урожая хорошего летом можно не ждать. Поэтому снежная погода и морозы на Федосеи – это лучшее, что может быть. По церковному православному календарю 24 января отмечаются 9 мужских именин. День Ангела сегодня отмечают Виталий, Владимир, Вальдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор и Федор. Виталий, Владимир, Вальдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор и Федор. Продолжение следует...